Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Меня всегда все предают, подруги, муж, близкие. Многие из них говорят, что я сама виновата, делала мне самой. Почему так происходит на протяжении всей моей жизни? Вроде никому плохого ничего не делала. Сама оценка очень занижена из-за этого. Здесь вопрос, казалось бы, очень такой короткий и простой, но мне кажется, что на деле ситуация не такая простая, как может это показаться на первый взгляд. Дело в том, что начнём мы с вами, точнее, с того, что в принципе и в целом само понятие предательства связано с определёнными ожиданиями от людей. То есть если вас кто-то может предать, значит вы ожидаете чего-то от этих людей, значит вы ждёте от них чего-то, значит вы надеетесь на, ну, на что-то. Вот. И здесь, конечно, очень важно понимать, насколько ваши ожидания вообще оправданы, насколько ваши ожидания адекватны, и не перекладываете ли вы ответственность на людей за то, что в целом хотите сами. Потому что если вы перекладываете ответственность на людей за то, что вы хотите сами, то вот по этой, собственно, причине вас, скорее всего, и предают. То есть люди предают тогда, когда они не такие, какими вы их видите. Люди предают тогда, когда, в общем-то, они другие, но вы этого в силу, в силу ряда причин не замечаете. Вот. Поэтому здесь в первую очередь нужно посмотреть, как именно, как конкретно вы выстраиваете отношения с людьми. Здесь нужно посмотреть на то, как именно, как конкретно вы взаимодействуете с людьми. Здесь нужно посмотреть на то, как именно вы общаетесь с людьми, то есть, ну, какого рода коммуникации вы выстраиваете с людьми и так далее. То есть это все очень важно, если мы хотим разобраться в том, о чем вы говорите. То есть, если это вот такая, на самом деле, ну, настоящий запрос на то, чтобы разобраться. Да? Вот. Предательство это неприятно, но предательство возникает тогда, когда вот мы не видим, не видим настоящих живых людей за, ну, как бы, за стеной наших ожиданий. Вот. Это первое. На что хочется обратить ваше внимание. Второе, о чем хочется сказать, это то, что ваша самооценка, о которой вы говорите, скорее всего, занижена не из-за того, что вас предали, а ваша самооценка занижена была, как мне кажется, изначально. Она изначально была занижена, ваше самооценку. А предательство в какой-то степени лишь подтвердило то, что с вами действительно что-то не так. И, соответственно, когда это произошло, вот, вы начали хуже о себе думать. На мой взгляд, вы, может быть, всегда сомневались в себе. На мой взгляд, может быть, вы всегда думали о том, что, ну, что что-то с вами не так. И всегда допускали, что какая-то вы не такая. И в этой, в этой ситуации, в этой ситуации вы можете, сами того не осознавая и сами не отдавая себе отчет, вы можете вести себя так, что, чтобы доказать себе, что вы не очень хорошие. Это может быть вашей, ну, вот, в какой-то степени позиции жизненной стратегии, даже если вы этого не видите. И наша задача, как психологов, заключается в том, чтобы вывести вас из этого порочного круга, из этой порочной модели поведения, которая никуда и ни к чему хорошему не ведет. Но только в том случае, если вы сами этого хотите. Я бы, конечно, не стал использовать такие слова, как вы виноваты сами, я бы не стал использовать такие слова. Мне кажется, что никто не виноват. Но разобраться в себе и, в этом смысле, поисследовать свою модель поведения вполне, на мой взгляд, можно, вот, вполне, на мой взгляд, можно это сделать и улучшить ваше взаимодействие с людьми при условии, если вы этого, вот, в той или иной степени хотите. Вот, я не думаю, что это будет особенно трудно, я не думаю, что это будет особенно сложно, я не думаю, что это будет, ну, такой вот, знаете, непосильный задач, прямо, я вот, ну, как бы, я не думаю, что так, прямо. Мне кажется, что в этом смысле, вот, непосильных задач, ну, в этом смысле непосильных задач нет. В этом смысле все упирается исключительно только в, ага, ну, вот, в то, да, чего вы хотите сами, в этом смысле, как мне кажется, конечно. Вот, поэтому я думаю, я думаю, вот, что вам ответить можно, ну, вот, примерно, вот, в таком ключе, и, как бы, дальше уже вы, в принципе, ну, могли бы, в какой-то степени решить, ага, сами, а дальше вы бы уже, в какой-то степени могли бы для себя выбрать и понять, чего вы хотите, да, и, соответственно, соответственно, как вы хотите, вот, ну, действовать, действовать, да, в этом смысле. Как вам хочется, как вам хочется двигаться, вот, в этом, ну, в этом направлении, да, вот. На мой взгляд, на мой взгляд, это такой ответ, и мне кажется, что, ну, в этом смысле все в ваших силах, в этом смысле, и мне кажется, что в этом смысле совершенно, вот, все можно решить, в этом смысле, совершенно все можно подкорректировать, конечно, вот, но, да, вопрос остается, вот, вопрос остается именно, именно, вот, в контексте того, да, чего вот, чего вот вы сами хотите, да, то есть вы можете задать себе вопрос, чего я хочу сама, например, от людей, да, что мне нужно, например, от людей, вот, вот, в чем я, ну, в чем я нуждаюсь, вот, от людей, опять же, понимаете, какая же, какая здесь история, и, если вы сами себе сможете на этот вопрос ответить, да, вот, то, на мой взгляд, это уже будет важный шаг, ну, еще, еще важный вопрос, это в том, чего я не хочу от людей, вот, знаете, какая, какая здесь... здесь, какая здесь важная компонента, вот, и, ну, как бы, вероятно, что вы не очень внимательны, внимательны, к себе, а, сами, потому что, если бы вы были к себе внимательны, то, возможно, вы бы, а, смогли бы, а, в этом смысле, понять и заметить, например, ну, например, то, что вам не нравится, или, например, вот то, чего вы, допустим, ну, не хотели бы или не хотите, да, вот, то есть все это вы могли бы заметить, все это могли бы дифференцировать, и ситуация была бы разрешена, вот, мне кажется, так. Поэтому здесь я бы рекомендовал, а, только, а, работу над собой, в первую очередь, да, и коррекция своего поведения, вот, возможно, вы слишком ориентированы на других людей. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!